Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговая идея компании Тикмил и семья Артур Идиатурин. Биржевые индексы выросли в понедельник, но особенно отметилось очень сильным движением это серебро. Давайте посмотрим, что с ним случилось. Сегодня, как мы видим, рост серебра составил около 10%, начиная с конца февраля доходность у нас по металлу составляет около 14%. В общем, происходит это потому, что инвесторы в социальных сетях, в чат-румах, они выбрали драгоценный металл для очередного пампа, который сейчас наблюдается очень часто на рынке. Остальные драгоценные металлы у нас изменились слабо. Если мы, например, посмотрим, что у нас с золотом происходит, совершенно незначительная динамика, почти 1% роста. Обычно у нас комплекс драгоценных металлов растет вместе синхронно, потому что драгоценные металлы. Но мы видим отдельное движение по серебру, которое нам еще раз говорит, что инвесторы-любители, или они пытаются кооперировать и раздувать отдельные активы и золото, по выбору, в общем, на золото. Глобальный индекс акций МСИ, индекс МСИ, который включает у нас все акции, сегодня вырос на 0,5%. По европейским индексам мы видим вот такую вот динамику, DAX, фьючерсы на европейский индекс, французский индекс, британский индекс, все они в хорошем в плюсе, короче говоря, очень мощный отскок после пятничного движения вниз, в ходе которого у нас индексы потеряли от 2 до 3%. В общем, это видно, собственно, из вот такой вот динамики по S500, по Dow, по NASDAQ. Коррекция у нас достигла примерно 2%, для этого были определенные причины, которые мы будем разбирать. Рано, на мой взгляд, сейчас говорит о том, что вот этот отскок, который у нас происходит сегодня, это некоторый сигнал к какому-то развороту на рынке, потому что у нас есть окреленный успехом розничные инвесторы, которые, на мой взгляд, продолжат рейды по акциям аутсайдерам, по акциям, в которых наблюдается высокий процент шартовых позиций. Будут они пытаться, собственно, розничные инвесторы опустошать эти короткие позиции, раздувая стоимость акции, это известно явление как Short Squeeze. Goldman Sachs у нас сообщил сегодня, что Short Squeeze, который был на прошлой неделе, который вообще происходит с начала этого года, это самый сильный Short Squeeze за последние 25 лет. И, собственно, если мы посмотрим на то, как изменялась у нас стоимость акций, которые наиболее сильно шартили на рынке, давайте посмотрим, как они у нас, как у нас изменяли, собственно, стоимость этих акций. Мы рассматриваем индекс Rassel 2000, возможно, вы знаете, этот индекс у нас включает компании с небольшой капитализацией в США. Собственно, 4 кривая, которые представлены на ваших экранах. Красная кривая – это топ-5 акций, которые наиболее сильно шартили из этого индекса. Собственно, мы можем видеть, что, несмотря на то, что профессионалы рынка у нас посчитали, что эти акции не должны расти, они должны стоить дешевле, поэтому усиленные шартили. Розничные инвесторы не поверили в данное утверждение, и мы видим, что начиная с января наблюдается особенно сильный рост. Да, они росли также, получается, в последние три месяца, но вот начиная с января именно этого года, как раз-таки тогда, когда начал зарождаться волна Шердсквиза, у нас, мы видим, этот рост значительно ускорился. Следующие 5% после топ-5%, акции, по которым доля шорта наиболее высокая, это у нас черная кривая, выросли они в индексе чуть меньше, как мы видим, но также их рост вот здесь получается, как видите, тоже ускорился, начиная с января. Собственно, голубая кривая – это у нас среднеизвестный индекс, его доходность значительно меньше, около 40%. Ну и, собственно, индекс акций, которые наименее сильно шортили коричневой кривой, они вообще, очень слабую доходность показали, около 10%. Собственно, вот это еще одно подтверждение, что у нас Шердсквиз, он не сосредоточен только на акциях GameStop вот этого, или AMC Entertainment, компания, которая была близка к банкротству, которая владела сетью кинотеатров. Это явление, ну, некоторое масштабное, понимаете? Одна за другой компания, которая сочетает в себе небольшую капитализацию, и по которой объем коротких позиций высок, они, эти компании, становятся целью среди розничных инвесторов с того же самого Reddit, да, с самого StreetBets, для каких-то отдельных других фондов, да, для каких-то других заинтересованных лиц для того, чтобы, собственно, выдавить короткие позиции. И вот вы знаете, у меня есть такая версия, что раз это не ограничивается конкретно какими-то отдельными акциями, типа GameStop, да, за этим стоят какие-то заинтересованные лица, какой-то крупный капитал, и розничные инвесторы, да, вот эта вся история, которая у нас разгорелась на рынке, это всего лишь некоторые прикрытия. Почему? Потому что откуда у розничных инвесторов столько денег, чтобы раскачивать акции, которые сильно шортят, большое количество этих акций. Мы вот видим то, что из раз на 2000 у нас топ-5 акций, это получается 45%, да, 40, нет, 100%, да, получается у нас, ой, 100%, 100 акций получается, да, из двух тысяч. Они у нас их сильно разогнали, преодолевая вот это давление хедж-фондов, которые шортят эти акции, получается. Далее следующие 5% акций, да, это еще 100 акций, уже 200, получается, акций, и по ним вот такую вот доходность, да, мы видим, их очень сильно разгоняет. Откуда у инвесторов столько координации, такой уровень координации и столько денег, чтобы разгонять вот так вот эти акции. Поэтому вот на мой взгляд, после того, как я проанализировал вот этот немного новостной фон, много шума там было, мне вот показалось, что то, что шорт-сквиз оправдывается у нас некоторой группой инвесторов-любителей, которые вот просто друг другу рекомендуют покупать и держать, там Diamond Hands, у них есть такой термин, типа бриллиантовые руки, что держи прям до конца. В общем, вот эти все явления, которые мы наблюдаем, это некоторые просто прикрытия, за которым скрывается, на мой взгляд, атака отдельных финансовых организаций на хедж-фонды, на инвесторов, которым у нас не посчастливилось оказаться на стороне шорта, в общем. Вот у меня здесь такая вот, да, такая вот, можно сказать, немножко спекулятивная идея. И это все, вот это явление шорт-сквиз, оно все привело к тому, что у нас по отдельным фондам, которые хорошо шортили рынок отдельной акции, туда можно включить вот самую известную жертву шорт-сквиза, Melvin Capital, возможно, вы о нем читали. У него за неделю, за одну неделю потери его фонда составили 7 миллиардов долларов, чтобы вы понимали, 7 миллиардов. Это огромная цифра, потому что у фонда его активы, общая стоимость активов составляла около 15 миллиардов, плюс там 2 миллиарда долларов вливания от финансовой организации «Цитадель», также хедж-фонд, который управляет капиталом различных инвесторов. Они помогли, получается, вот этому фонду, Melvin Capital, когда он начал терять, получается, денежные средства, шорт-сквиз, они влили в него добавок еще 2 миллиарда, но все равно продолжили терять. И за прошедшую неделю его снижение составило 7 миллиардов долларов. Собственно, с начала нового года данный фонд потерял около 50%, 53% от активов. Есть другой фонд, Maple Lane Capital. Wall Street Journal сообщил вчера, что он потерял 45% своих активов, управлял он 3,5 миллиардами долларов капитала, потерял он 45%. В общем, на мой взгляд, да, розничные инвесторы действуют, у них есть какой-то потенциал, но вот так вот прижимать хедж-фонды, да, с такой силой, что они вот теряют по 50%, огромные, да, хедж-фонды теряют по 50% от своих активов, но трудно представить, что это делается силами только вот розничных инвесторов, хомяков, да, в США. Нужно также еще понимать следующий момент. Мы вот связываем вот это движение, да, в Short Squiz, вот этот, с некоторой коррекцией по фондовым рынкам, которая была на прошлой неделе, вот раз движение, потом у нас второе вот такое движение произошло, да, мы связываем это с Short Squiz. Нужно еще не забывать, что существуют еще механизмы развития коррекции, которые связаны с Short Squiz, и это неприятие к риску со стороны инвесторов, которые вложились в эти хедж-фонды. Они видят, собственно, что один какой-то конкретный хедж-фонд, собственно, теряет 50% за месяц своего капитала, естественно, не склонны выводить средства, выводить свои потрепанные депозиты, что у них осталось из хедж-фондов, и это также провоцирует коррекцию на фондовом рынке, потому что, чтобы выплатить средства инвесторам, хедж-фонд должен закрыть свои позиции на фондовом рынке, ликвидировать их, и это также, понятное дело, нужно продать акции, да, получается, ликвидировать позиции, чтобы выплатить инвесторам. Это также второй механизм развития коррекции. Касательно того, если вы пропустили мое видео в пятницу, я объяснял, как связан Short Squiz с вот этой общей коррекцией на широком рынке, как вообще по отдельным акциям аутсайдеров, когда идет по ним давление, как вообще может снижаться общий рынок, тех гигант и так далее, как это все происходит. И вот здесь, вот здесь, давайте мы посмотрим с вами следующий график. Сейчас я вам покажу его. Вот, собственно, вот этот следующий график. На нем представлено два индекса акций, которые у нас рассчитывает Goldman Sachs. Это акции компаний, которые наиболее сильно шортит рынок, то есть наиболее высокое количество шортов по данным акциям наблюдается. И второй индекс, это у нас индекс Goldman Sachs, который скомпилирован из акций, наиболее сильно любимых, будем так говорить, хедж-фондами, то есть любимчиков хедж-фондов, фаворитов хедж-фондов. Собственно, что нужно знать про эти два индекса? Во-первых, совершенно абсолютно разные компании. Тут у нас акции аутсайдеры, неудачники, которые шортят, рассчитывают на банкротство или на снижение акций. Тут у нас акции фавориты, Google, Amazon, тех гиганты, издока какие-то крупные компании и так далее, и так далее. То есть совершенно разные компании у этих индексов входят. Но что мы видим? Начиная с 25 января и в последующие дни зеркальная просто динамика наблюдается. У нас стоимость этого портфеля снижается, вот здесь стоимость портфеля этого растет. Вот здесь у нас скачок происходит, вот здесь у нас скачок вниз происходит. Что вообще тут происходит? Почему два совершенно разных индекса, аутсайдеры и фаворит, двигаются в зеркальное направление? Как это вообще такое возможно? И собственно одно из объяснений данного явления, это то, что как раз таки по шортящим акциям хедж-фонды у нас выступали основными игроками. То есть хедж-фонды у нас шортили акции, собственно шортили акции вот этих компаний, которые входят в этот индекс. И собственно когда начал происходить шорт-сквиз, акции вот этих аутсайдеров, компаний начали усиленно расти. Если хедж-фонды играли на стороне шорта, они должны соответственно нести убытки, правильно? Собственно этот рост, он провоцировал убытки у хедж-фондов. Чтобы как-то покрывать свои убытки, естественно, что нужно делать хедж-фондам? Им нужно ликвидировать свои другие позиции, плюсовые позиции нужно ликвидировать, чтобы деньги высылать и чтобы покрыть убытки по коротким своим позициям. Собственно, закрывая длинные позиции, прибыльные, они тянули этот индекс вниз, потому что как раз таки мы видим, что это акции фаворитов хедж-фондов. Они сбрасывали эти акции, что тянуло данный индекс вниз, чтобы покрыть убытки по вот этому индексу, который тянули вверх розничные инвесторы. Собственно, это еще одно логичное, на мой взгляд, и очень четкое объяснение, почему шорт-сквиз по отдельным акциям аутсайдеров у нас провоцирует снижение общего рынка. Потому что, понятное дело, любимчики фавориты, акции фавориты хедж-фондов, это акции крупных компаний, входящие в индекс SP500, тех, сектор, тот же самый и так далее. Понятное дело, если там какая-то шумиха начинается, какой-то шорох есть, если там начинают сбрасывать, подключаются сразу алгоритмы, и возникает моментум, который приводит к вот такой вот ситуации. Вниз, да, и еще раз, как мы видим, вниз. Как раз-таки шорт-сквиз, как мы сейчас с вами проанализировали, имеет вот такой вот механизм воздействия на широкий рынок. Посредственно того, что хедж-фонд нанесут убытки, они должны как-то перекрываться. В общем, вот такая вот наша динамика происходит на рынке. Я, наверное, считаю, что движение по SP500 вниз не закончено, потому что у нас есть окрыленный успехом розничные инвесторы, за ними стоят какие-то отдельно заинтересованные лица в шорт-сквизе. Они, естественно, будут дальше набирать обороты, пытаться дальше, да, прижимать тех, кто не успел еще как-то рекалибровать свои позиции, да. Другие вот эти хедж-фонды, которые не успели перестраховаться, они будут их давить. Эти хедж-фонды будут сбрасывать, получается, какие-то прибыльные позиции. Это все будет отражаться на широком рынке, продолжая тянуть вот широкий индекс и вниз. И, на мой взгляд, есть еще порох в пороховницах, да. Поддержать пока рынок в страхе. И вот этот момент с тем, что инвесторы будут выводить средства с хедж-фондов, да, те, кто вот увидели, да, вот это то, что все это происходит, понятное дело, у них не остается никакого желания просто продолжать держать деньги в конкретной организации, если там у нее есть шорты, да, и она находится, вот она находится в группе риска, собственно. Вывод этих дополнительных, вывод средств инвесторов также будет провоцировать ликвидаст какие-то позиции на широком рынке, также будет держать давление по индексу. В общем, итог. Я ориентируюсь по индексу S500 уровень 3600-3650 на прошлой неделе. Я его озвучил. Собственно, давайте посмотрим, это у нас как раз-таки по фьючерсам давайте посмотрим, это у нас рождественские, а, у нас уже даже было, получается, касание, я вот не смотрю. Собственно, вот, на прочей неделе я озвучивал цели 3650, видим, по фьючерсам мы ее уже коснулись. В общем, дальше, конечно, под вопрос. На самом деле, я еще не смотрел сегодня этот индекс, то есть, точнее, фьючерсам на индекс S500, видно, что очень хорошо коснулись и отскочили вверх. Возможно, то, что это все на самом деле и закончилось. Все-таки продолжаем следить за развитием событий, за шортсквизом. В общем, на мой взгляд, вот это касание необходимое, на которое рассчитывал, оно уже произошло, и все-таки, возможно, как бы и коррекция на самом деле и закончена. На самом деле, я бы как бы рассматривал возможность дальнейшего шорта, если мы спускаемся еще раз ниже отметки в 3700, если мы уходим сюда, ниже, дальше уже вот здесь можно развивать какую-то игру в короткую. Пока что стоит, думаю, рассчитывать на рост, так как мы хорошо коснулись, коррекция хорошо. произошла по, если мы посмотрим в процентах, сколько это, да, это у нас получается, вот если от пика смотреть, да, 5%. Ну вот 5% это средняя коррекция обычно, которая происходит для таких уникальных факторов, как шортсквиз, поэтому пока рассчитываем на рост, но не исключаем, да, то, что ниже 3700, если уходят, что-то еще осталось такое, что может потянуть рынок чуть ниже до 3600, я думаю. Вот, на этом у меня все, это все, о чем я вам хотел сегодня рассказать. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, вы можете задать их под видео. Если вам понравилось это видео, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. А на этом у меня все, всего доброго, торгуйте в профит. Продолжение следует...